И снова о тепле. Пожаловаться на холодные батареи теперь можно будет не только в единую диспетчерскую. Расскажем, кто будет принимать заявки. Дружить или не дружить? С управляющей компанией надо дружить. А все остальное как бы оформлять грамотно, как положено по жилищному кодексу. Как хорошие отношения с управляющей компанией помогут добиться правильных результатов? Реутовские учителя накануне профессионального праздника получили звания, благодарственные письма и ключи от квадратных метров. Покажем, как это было. Как приучать малышей к детскому саду? Основным все-таки является эта положительная установка родителями. Здравствуйте! В эфире Первого городского канала свою работу начинает служба информации. В студии Олег Найда. Главная тема дня – начало отопительного сезона в Подмосковье. Напомню, официально в регионе он стартовал вчера, а в некоторых городах тепло начали подавать неделю назад. Главой 35 муниципалитетов отчитались губернатору региона о том, что батареи на соцобъектах стали теплыми. Еще в 14 городах отопление включили и в жилых домах. Лидер – город Реутов. Если вдруг батареи не греют, коммунальщики советуют обращаться в единую диспетчерскую службу. Заявку примут и разберутся, что является причиной холода. С негреющими батареями помогут разобраться и на горячей линии. Открыть ее поручил зампред регионального правительства Дмитрий Пестов. Номера, по которым жители смогут сообщить о своей проблеме, поручено разместить в открытом доступе. Например, на сайте администрации, в средствах массовой информации или в социальных сетях. Все это позволит быстро и оперативно реагировать на жалобы и устранять их, считает Пестов. Надеемся, таких инцидентов в Реутове не произойдет, а будут только положительные истории. Например, как на проспекте Мира, 57. Здесь жители дома подружились с управляющей компанией и теперь живут душа в душу. Батареи теплые, крыша не протекает. Сейчас идут обсуждения предстоящего ремонта. Как наладить отношения, чтобы жить дружно, знает наш корреспондент Анна Егоршина. С управляющей компанией надо дружить. А все остальное оформлять грамотно, как положено по жилищному кодексу. Хорошее отношение – залог к качественному ремонту. Председатель Совета дома Валентина Канаева, как говорится, на себе испытала правдивость выражения. Теперь в своей управляющей компании она частый гость. Приходит не поругаться, обсудить вопросы миром. Я пришла к вам порешать вопросы проведения. У нас идет моб подъезда дома по вопросу цвета. Сегодня Валентина Канаева пришла выбрать цвет, в который покрасят стены ее подъезда. На первом этаже будут делать ремонт. Разговор по душам, но только по делу. Что бы вы хотели? До конца года в подъезде 57-го дома на проспекте Мира должны положить новую плитку, заштукатурить и покрасить стены, разработать уникальный дизайн. Все это в рамках губернаторской программы по благоустройству подъездов. До этого активная рютовчанка поспособствовала проведению в доме капитального ремонта. Здание было построено в 1997 году, но оказалось проблемным. Крыша протекала, швы расходились. Мы, обратившись после этого в управляющую компанию, которая нам помогла провести общее собрание, подготовить пакет документов для регионального оператора. После этого дом был включен в программу капитального ремонта. На сегодняшний день в доме заменили кровлю и инженерные коммуникации. Поставили пластиковые окна, на фасаде заделали швы. В подвале проложили сотни метров новых металлических труб. Произведена замена труб холодной воды, горячей воды, отопления и канализация. Правда, пока работа не закончена, еще предстоит покрасить фасад здания и обшить балконы. По вопросам ремонта Любой Реутовчанин может обратиться в свою управляющую компанию по месту жительства. По сантехнике, по электрике, по ремонту МОП, как бы с любым вопросом. Даже в решении тех вопросов, которые не входят в компетенцию управляющей компании, сотрудники постараются помочь. Начиная с оставления официальных писем в администрацию или фонд капитального ремонта и заканчивая дизайнерскими советами. Двое риотовских учителей получили звание почетный работник сферы образования. Награды им вручили накануне профессионального праздника. Торжественная церемония прошла в администрации города. Сегодня торжественный день. Я хотел бы поздравить вас всех с праздником, с Днем Учителя. Хотел бы пожелать вам, чтобы ваше начинание ложились в данную благодатную почву. Пять преподавателей сегодня стали обладателями новых квадратных метров. Еще около 50 человек получили благодарственные письма самого разного уровня. Официально праздник пройдет 5 октября. В этот день не забудьте поздравить своих любимых учителей и поблагодарить их за свои знания. А учащиеся образовательных учреждений Риотова свой подарок преподавателям преподнесут завтра. В седьмой школе пройдет финал городского конкурса эстрадной песни. Свои номера предоставят несколько десятков участников. Все они победители школьных этапов. Они прошли в городе в сентябре. Всех выступающих в городском конкурсе разделят на три возрастные группы. Каждому нужно будет исполнить произведение как сольно, так и в составе хора. Среди членов жюри профессиональные вокалисты. Победители городского этапа отправятся на областной конкурс «Юные таланты Московии». Добавлю, что он пройдет 28 октября в Солнечногорске. И еще новости из сферы образования. Они касаются малышей. В рамках проекта «Детские сады детям» в Риотове обсудили проблему дошколят. Специалисты управления образования вместе с воспитателями и родителями разбирали различные ситуации. Например, как подготовить малыша к детсаду. Или что нужно сделать, чтобы ребенок не капризничал. А встреча с однокрупниками была радостью. Вопросов много, но и ответы тоже есть. Ксения Казакова узнала, как быть и что делать. Сегодня на занятии у Эмилии Толкачевой малыши. Те, кому, как в известном фразеологизме, от горшка два вершка. Занимаются с удовольствием, прыгают, поют песни и прячутся от дождика. Посмотрели дождик. Такая адаптация у самых маленьких дошколят. Ребятам постарше задание посложнее. Постановочные танцы, распевание, дыхательная гимнастика. Налили бензин. Завели мотор. Каждому ребенку нужно найти свой подход, иначе никакая адаптация не поможет. На музыкальных занятиях, например, от пения каждого малыша зависит итоговая песня. Поэтому внимание всем без исключения. Здесь дети учатся слушать и слышать. Нормы, которые определены давным-давно по СанПину, что детки такого возраста, у них внимания буквально 3-5 минут и не больше. А у взрослых уже на полчаса их вполне хватает. А это уже занятие в группе. Задание дня сегодняшнего – раскрасить белочку. Вроде бы все просто. Главное – увлечь ребенком. Ребята, спинки прямо. Ножки красиво. В группе хоть и ребята старшего дошкольного возраста, но для некоторых адаптация к саду идет до сих пор. После лета отвыклись сидеть за партами. Задача воспитателей – сделать максимум, чтобы увлечь ребенка. Задача родителей – помогать развивать таланты у своих детей. Конечно, на процесс адаптации положительно влияет настроение педагога, создание им эмоциональной атмосферы в группе. Но основным все-таки является положительная установка родителями. Для того, чтобы положительные установки от родителей были всегда, в детсадах Реутов разработали новую программу. Адаптировать к посещению сада будут не только малышей, но и взрослых. Причем в самом прямом смысле. Курсы адаптации будут проводить для родителей. В этом году, используя ресурсы педагогического состава нашего учреждения, мы хотим попробовать ввести такой пробный курс родительского лектория. Посмотрим. Будем работать по запросу родителей. Проходить занятия будут один раз в месяц. Первые уже через две недели. В числе спикеров – воспитатели, психологи, логопеды и администрация сада. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ. Теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. Утром, днем, вечером и ночью будет на пару градусов теплее, чем сегодня. Небо основательно затянут тучи. Осадки пройдут во второй половине дня. Так что не забудьте с собой зонт. Ветер, кстати, тоже усилится. Будет дуть с юга со скоростью 6 метров в секунду. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем официальном сайте, в социальных сетях и на канале РТВ в Ютьюбе. В студии был Олег Найда. До встречи.